Еще вчера были позиции российской армии. Заминированный мост, тротиловая шашка, вес 400 граммов. И вот это я гахнула, сразу три человека насмерть. Его подбили вот в этой точке. Скопление людей. Весна 22-го року. Идет второй месяц полномасштабной войны. Харьков находится в напевоточении. Отсюда все как на ладони. Мы можем видеть линию фронта. Перерезаны важливые трасы на схид и певдень. Попытались блокировать со всех сторон, сделать наподобие, как во Вторую мировую войну, блокаду Ленинграда. Вороги загнали людей под землю. Меньшой возможности выжить просто не было. Это психологический теск, уничтожить место Древеса. Ворог закидает Харьков снарядами, бомбами, ракетами. И не полишает спроб взяти место в кольце. Ворог был и на певдень, и на сходе, и на певночке. То есть место было напевоточено. Но ты понимаешь, что тут нужно вживать таких терминовых заходов. Если бы в тот момент Украина не начала обработать активные действия, то, конечно, россияне будут довели. Надо было бы перейняти у них инициативу. Мы все говорим про осенний контрнаступ. Большинство людей просто не знают, что был еще весняный. Была задача перейти к активным действиям, наступальным. Первая задача – это освобождение населенного пункта Малого Араганя. Прежде всего, населенные пункты, которые Малого Араганя и Ольхивка, они находились практически на кольцевой дороге біля Харькова. То есть из этих точек Харьков был под полностью вогневым контролем. То есть, прежде всего, нужно было оттягнуть точки их артиллерии, тяжелой техники, чтобы они не могли доставать до цивильной инфраструктуры Харькова. Малая Арагань, здесь были оккупанты, и вот это поле они использовали как вертолетную площадку. Но наша артиллерия очень четко работает, ювелирно, что уже не раз было доказано. И прямо в вертолет. Вы здесь были неподалеку. Что известно про этот вертолет? Это наше подразделение прервало полет. Это боевой вертолет русских. Если посмотреть по воронке, это прилет 120-го мины. Вертолетчик хотел завести и не успел. Тут важно отметить, что вообще экипажи таких машин, это же не какие-то курсанты. Как правило, это люди, у которых десятилетия опыта. Я думаю, это те, которые даже и в Сирии обкатывали свой боевой опыт. Точно не курсант сел за... Конечно, это сложнейшая машина. И вот лопасть единственная уцелевшая. Чем больше таких птичек с объемом, тем меньше наших мирных граждан погибнет. Вот это самое главное. Аптички такие горят. И хорошо горят. Хоть артиллерия, хоть стрелка, не хоть чему угодно. Збивают пацаны. В любом случае нужно признать, что там, где вертолеты, там подразделения всегда штурмовые. Потому что вертолеты просто так не используются не в обороне, а в наступлении. То есть они воспринимали, видимо, Малу Рогань, как пазан для дальнейших наступлений окружения Харькова с юга. Они так классно воювали, что иногда они уменьшили свои предприятия. Что надавало нам возможность идти вперед. С чего начался наступ на Малу Рогань? Четко мы помним, как с комбригом сидели, плановали, и он затягивался еще один день, еще один день. А потом опять рано говорит, что я что-то не понимал. Выйшли их вертушки и нанесли удар по своим позициям. Такой повсток для того, чтобы они пошли именно в атаку и извинили мало ураган. То есть они нанесли удар сами по себе, с вертушек, и вы пошли в наступ? И его строгая бригада рухнула сразу же. Подбитый танк Т-72, российский, подбит из-за налавы. И он показывает, насколько эффективно работает современное вооружение против старой советской техники. Русские уже отступали, потому что вот по этой дороге, с той стороны, шло украинское контрнаступление. Они уходили большой колонной, прикрывал колонну танк. Но тут, с другой стороны, шла украинская группа, разведгруппа, и увидела русскую колонну. Воспользовались налавом. Свидетели говорят, что вот эта башня танковая, она подлетела вверх на 4 метра. Ситуация, в которой этот танк уничтожили. Его подбили вот в этой точке, и дальше его уже понесло. После удара инлава. Видно, вот его гусеница. Здесь она шла. Здесь его снесло. Он поломал бордюр. Вот здесь он шел, вот виден след от гусеницы. Сломал вишню. Собственно, здесь уже сдетонировал боекомплект внутри. И танка не стало вместе с танкистами. Войнваб – это оружие, то есть там управляемая ракета, которая всегда найдет свою цель. В данном случае, богоцель – это танк. Есть два режима – прямое попадание или по навесу. Если по навесу, то ракета летит над башней и взрывается прямо над башней. И амулятивной струей пробивает броню. Соответственно, прожигая башню, достает до БК, а боекомплект уже выжигает полностью танк из внутри. То есть это, получается, оружие, которое используют для уничтожения танка его же боекомплект? Да, ну это самое. Который подрывает. Круто придумано. Говорят, что это настолько крутое оружие, что необязательно проходить длительное обучение. Громе говоря, ты прицелился, и ты практически не можешь промазать. Это так? Ну так и есть, да. Чтобы ракета выполнила свою функцию, умную функцию, нашла свою цель, необходимо задержать во время прицеливания на три секунды режим там рычага. А потом уже наживать на спуск. Это на тот случай, если за это время цель сместится, да? Да, ракета все равно ее отойдет. Она все равно гонит, да? Вот. Это почему российским танкистам стоит бояться заходить в Украину? Потому что у нас НЛАДы, у нас джавелины. Мы начали с Ольховки. Ольховка шла параллельно с Малою Арганью. Это самая первая штурмовая операция, то есть подраздел Кракен. И мы уже сами пошли давать по мордасам. Хорошо! Там было все. Карта, там были литки, там были геликоптеры, там были танки, там были БТР, ближние бои. Там все было просто. У нас шесть загибших против, майже сотни убитых, майже тридцати взятых в полонах. И то, что мы из лета выгнали. В течение двух дней мы заняли Малою Аргань. По итогам взятия Малою Арганью практически двухсотый полк был, он был практически изныщен. Все говорят о мародерстве российских войск. И вот территория, откуда войска ушли. Видимо собирались удирать, и на мародеренные они успели сложить чемоданы. Я не знаю, поднимать, не поднимать. А здесь же защищено же, да? Здесь мин нету. Вот, это телевизор украли. Украли старый монитор от компьютера. На самом деле, по толщине монитора видно, что... Ну, его цена на барахолке, я не знаю, 20 долларов максимум. Может быть, меньше даже. И то его никто не купит, потому что этот монитор я похожим пользовался в 2000 году. Но они даже такое забирали. Вот, радиоприемники, господи боже мой. Они воровали радиоприемники. Вот, радиоприемник баксов за пять. Тоже забирали. Безнаказанность поражает беспредел. Ты пришел, тебе все можно. Ты все забираешь. Первая их мета, оккупантів, это прийти и что-то соби вкрасти. Что-то передать, какие-то фен, унитаз, там, ноутбук, телефоны, машины. На жаль, такий развиток у них. В деяких регионах, если там деякие регионы, может, трошки развинутые, где живут. А другие регионы, это же степь, поля. Украли принтер. Вот представьте, идет бой. В танке места не так-то много. В Уралах сидит личный состав. То есть, они все равно воруют принтер. То, что занимает много места, стоит, в принципе, достаточно недорого. Вони звільняли вантаживки від зброи и боеприпасов, які залишали на местах, а набивали их, как раз, вкраденными речами. Мы, навіть, коли трофейную в одну из МТЛБ захопили, вона была полностью набита, там, побутовыми речами, абсолютными. Ну, стандарт, унитаз был, плазма была. Вона трошки не влазила, вони ее дверями піджали, вона лопнула, все одно ее не выкинули, везли. Была такая ситуация, когда мы заходили на другие позиции в Ольховке. Там командир взвода сфотографировал яму, и тела, там, где-то 12 или 13 трупов русских, они даже не соизволили своих закопать. Давние трупы лежат. Это отношение к своим, да, ценность к личности, то, которые за тебя воюют. Для меня это, ну, не то, что шок, но меня чуть-чуть обескуражило. У вас места в машине не хватило, чтобы их вывезти в Россию и с почестями похоронить. Ну, вы, видимо, свои места в машине оставляете, чтобы вывезти кондиционеры, бензопилы, там, ну, стиральные машины. То есть для своих нет места, видимо, для таких вещей есть. Ну, уже один труп достали. Братская могила, неизвестных оккупантов. Сильный запах. Они даже не забирают свои трупы, трупы своих. И им все одно, ну, вот, взагалі все одно на своих людей. Там в нас трачене безвести, мы знаем, что у нас, у нас побратим наш загинув, мы намагаемся его забрати, хотя там еще ворог, и у нас же мы населене на то, чтобы забрати наши дела. Там, насправді, ну, все одно, что наражаем. Вот, что отставили после себя россияне. Вот номер от машины русской. Какие-то документы. Журнал учета воевой подготовки взвода управления минометной батареи 2 мотострелкового батальона в войсковой части 02-511 на 2021 учебный год. Это минометчики учились. Красносельская какая-то бригада. Они оставили личные вещи, документы. Какую информацию для Украины это принесло? Мне интересно, что они не устали забрати с собой все. А что нас интересовало? Отповідно, документы на списке особого склада, боевые распоряджения, фотографии и личные информации с телефонов. Они же фотографируют, это все делают и так далее. Все документы мы собираем, аккумуляемо, уже передаем специальные службы, они уже работают, кто был, какая частина. Мы сразу знаем, какой это подраздел, от кем он приехал, из которого региона Российской Федерации. Нещодавно СБУ показало документ, який називається схема войны. Можете більш детально, будь ласка, розповісти про эту работу вашу? Когда у нас произошло первое боевизнение в Харькове, там выжили несколько военно-полоненных, которые мы взяли. И вот именно с первых дней общения с военно-полоненными зародилась такая схема у наших следователей. Кажут, давайте будем складывать соответствующую схему военно-злочин. То есть это нам дает общественное понимание, руководство всей военно-полоненной машины Российской Федерации на сегодняшний час. Начиная от так называемого президента Российской Федерации до конкретных руководителей военно-полоненных войск. Сухопутные войска, военно-морские войска, навіть ВК Вагнер. Бачите, что живые пригожи. Тут он, по-второну, космические войска. Тут каждая бригада, где она расположилась, какие наказы выполнила. Под каждым кликом, это все есть в компьютере, и, соответственно, можно нажать на рядового военно-службовца. Там вилез, например, документ, боевое распоряджение номер такие, координаты такие, нанесение нового вражения по населенному пункту такому. А мы знаем, что у нас до этого нового вражения было разруйновано цивильный дом, або, не дай бог, загинули цивильные люди. Это нам дают документы, которые мы выложили в ходе деокупации. Мабуть, порядка 10 тысяч у нас документованных злочин. И есть у нас факты, до речи, військовых, которые совершили преступления в Киевской области, потом в Харьковской области, в полон. И доказано, что они совершили преступления, в том числе убийства на территории Киевской области. Они притянуты до утверждения. То есть, это очень серьезно. Мы с конкретными доказами, да, с конкретными доказами військовых злочин, которые мы потом можем дать до Международного криминального суду. Я, кроме украинских телеграм-каналов, читаю российские. Когда они читают у нас новини про то, что кто-то из российских військовых попадает в Россию в Украине, они пишут, ха-ха, ну да, и что это дало? А что это нам дает? На самом деле, это нам дает очень много. Если они где-то будут, или попробуют выехать на территорию любой страны в Европу, они будут затриманы и переданы нам. И они будут притянуты до криминальной ответственности не только за законом Украины. Если сейчас будет достигнута демовольность построения, соответственно, Международного трибунала, они будут притянуты до криминальной ответственности за Международным законодательством взагалі. Это Нюрнберг, майбутний Нюрнберг. В общем, что можно сказать? Мы видим подбитые танки, подбитый вертолет и вещи, брошенные врагом в панике убегающим. И слышим, что линия фронта уже сместилась далеко. То есть Харьков все в большей и большей безопасности. Мы сдвигнули далеко от города, не дали працювать ствольную артиллерию по месту. Мы сделали дистанцию, что она уже не добивалась. Место стало более безопасным, вернулись люди. И когда мы понимали, что мы можем только обороняться и наступать, и враг это понимал. Я думаю, что это и было початком тех уже не только обороняющихся операций, а и наступальных операций, которые мы на сегодняшний день можем себе и плановать, и на майбутнє развивати. Это одно из лучших, мне кажется, наших наступлений было, потому что, ну, во-первых, это наступление, и наша победа позволила поднять боевой дух наше подразделение. Я очень хорошо помню апрель в Харькове, как вместе с вашими бойцами мы выезжали в самые разные точки. И там нас сопровождал Александр Чабан, боец, Царство Небесное. Его не стало, это было очень больно. Я помню, что когда появлялась возможность перекусить что-то ночью, вы всегда говорили, что нужно обязательно вспомнить тех, кто сегодня погиб. И каждый день, вы кого-то вспоминали, каждый день кто-то погибал, к сожалению. Очень тяжело, я 90%, я их все знаю в лицо, и со всеми шел в бой, и со всеми общался. Тяжелее всего, когда напоминают, что штурмы идеи завершены, двухсотых столько-то, и безвестипропавших столько-то. Когда безвестипропавшие, когда они лежат где-то на поле боя, мы их не можем забрать, ну, вот это самое тяжелое. И в течение двух-три дней мы пытаемся их вытащить, чтобы достойно похоронить героев. И, я думаю, мы после войны, начиная от Бахмута, и заканчивая Харьковом, пройдем бригадой, и там, где хлопцы погибли, отдадим им шану памяти. На весне 2022 года Силу обороны Украины освободили село Руська-Лазова. И тогда очень много украинцев вперше получили возможность выехать из зоны боевых действий. Саме тут збирались колонны, и стан людей тогда очень вражал. Ой, господи, какая побитая девятка. Кошмар. Посмотрите, колесо порезано. Но люди все равно не останавливаются и едут. Останавливаться нельзя. Где вы колесо так пробили? По дороге ездило. По дороге ездило, да? Да, да, ну там решено после взрыва эти самые, ну, осколки. Ютуб скорее всего на осколок я деду и напоролся. А сколько вы на пробитом колесе так прошли? Я не знаю, хлопало, сколько хлопало. То есть вы не обращали внимания, валили просто, абсолютно не обращалось. Только чтобы не остановиться. Скажите, откуда вы эвакуируетесь? Сколько вы там пробыли? Сколько вы там пробыли? Получается, за 60 с лишним дней вы впервые выехали, да? Да, 60 с лишним дней. Как вы провели эти два месяца? Где вы прятались? Думаю, в подвале. Ну и думали, что это как-то побугают. И уйдут. Я говорю, мальчик, а что ж вы у нас тут? Да мы вас не захватываем. Я говорю, а что ж вы делаете? А что вы у нас, говорю? Да нам сказали, мы по Хрещатику пройдем и вернемся в свою часть. Квартира моя – это Хрещатель. И Харьков – это Хрещатель. Харьков, ближайшая точка – Хрещатик. И все, и вот это, говорю, сказка. Мы заблудились на учениях. Я говорю, действительно, на учениях заблудились. А границей же типа не видать. Вы забрали только собачку, да? Конечно. Да, это я с ним в подвал выходила. Вот как я была на огороде, Димочка, видишь, какая обувь? Болон. Так я ничего не взяла с собой, паспорт только взяла. Все. Расскажите, пожалуйста, про эвакуационную колонну. Первый принц играл, надо быстрее выехать, потому что в любой момент, к сожалению, он может прилететь. То есть, грубо говоря, сейчас вот эта вся девятка колонна, мы все сейчас тут стоим в зоне… В зоне риска. В зоне риска. С 24-го числа мы четко знаем, что у тех, кто называется на русском, с той стороны, нет правил. Б – нет морали, нет совести, вообще никак. Во Второй мировой войне, наверное, было больше правил, чем сейчас. Вот я часто говорю, что у меня страшно, чем война эта отличается от той, наверное. Но, прежде всего, отсутствием правил со стороны русских. У них вообще правил никаких нет. Мы любим свою Украину и мы хотим вернуться домой, в наши родные дома целые, которые не побиты, не стекла, не горели, не люди. И у людей убивало снарядами. Мы хорошо жили дома, у нас была работа. Мы годами что-то делали. Это все. И что теперь у нас? Мы тихаем собственных домов. А люди там еще остались, сидят в погребах. Это ненормально. Мы хочем мира. Мира. И домой к себе, на родину. Не бегать беженцами. Мы много брали интервью у людей и стыкались с историями, что бывают випадки, когда люди принимают решение ехать в Россию. Очень многие наши знакомые, кто вот выехал, они поехали через Россию в Латвию. А, то есть такой способ обмануть их, да? То есть якобы согласиться не... Выехать, да, потому что в сторону Украины мы не могли бы выехать. Вот сегодня первый день, мы все собрались. Я диабетчик, а без лекарств уже месяц. Они сказали, кто говорит по-русски диабетчики, грузитесь на автобус и в Белгород будут выезжать. Я говорю, я сдохну, не поеду. Я родилась в России, а тут 45 лет живу. Вот, в Украине. Я не хочу туда. Мы хотим домой. В Россию мы не хотели ехать. Мне страшно было, но не хотели. Мы ждали сюда. И тут взагалі виникает вопрос, когда у тебя на вагах родина и выживание, и не имеет возможности выехать в Украину. Что бы вы порадили людям? Если там действительно постоянные обстрелы, если вы с маленькими детьми, и вас не пускают в Украину. И таке бывает. Они физически перекрывают кордон и не пускают. Хочете ехать, ехте в Россию. Есть такие примеры, до речи, они есть на Харківщине. И когда люди выезжали из окупованного Купянска, не могли бы выехать в Украину, они выезжали в Россию, через Россию в Европу и возвращались на Харківщину. Поэтому всем радую. Приехали в Россию, как наше быстрее зайти, и не оставайтесь там. Доброго там все, ничего не было. Перевяжать какую-то криминальную справу, карму, и закрывать в тюрьму. Все возможно. Главная ценность – это жизнь. Его нужно уберегать. Я думаю, что действительно в вашем жизни, в вашем месте проживания в Украине загрожает небезпека, конечно, выезжаете. Но возвращайтесь в Украину. Это, кажется, было. Так точно. Ты застеснялся? Сколько? Красавица. Три будет в июне. Психика ребенка в таком возрасте, три годика, это же жена. Писаться начало. Это очень страшно. И погреб, когда вот сидишь в погребе, а погреб аж поднимается, это все страшнее. Да? И рыбка, которая хочет погулять и не может выйти. Да? Сколько ей? Пять месяцев. О, улыбается красотка. Получается, пять месяцев. Из них два месяца в оккупации. Как она реагировала на взрывы? Первый день она испугалась, потому что я кричала, потому что мне страшно было. А потом она перестала спать нормально, перестала есть нормально. Я только что видела девушку, которая еще не усветает. Я не представляла, какого это ей. Воздушная тревога. Полиция засуетилась? Сейчас будете быстро возить, да? Да, сейчас не подбирать колонии. Все, видите, воздушная тревога прозвучала и всех сразу по машинке. Почему такая спешка? Почему так экстренно? Дело в том, что скопление людей и по скоплению людей может открываться огонь. Вот, выезжает колонна. Полицейский выпускает. Люди покидают свой дом. Не знают, когда они вернутся домой. Не знают, будет ли этот дом целый. Это единственный день за два с лишним месяца, когда появилась такая возможность. Люди вышли, в чем были. Кто в тапочках, кто в галошах. Экстренная эвакуация. Вот выстраиваются колонны. Ее сопровождают полиция. Как вы работаете сейчас? Какая ваша задача со мной? Сопровождаем эксплуатационные лагеря сначала. Для проса, для оказания помощи медицинской, как бы, может, моральной. Детей, очень много, очень много ручков в оказании помощи в гуманитарке, а потом дальше уже. Если необходимо людям жилье доставляют, если есть, они уже дальше по Украине, в других местах. Что такое фильтрация? Да, ну, взяли, зайшли и убили людей. Ну, есть паспорт, взяли, перерубили и так далее. Людина может затримать, где установлены особи. Да, если у нас есть обрунтованные суммы, что эта человек не отвечает тем документам, которые она нам предъявляет. Вы, извините, мы же не хотим себе за спину закинуть диверсантов, гражданников или еще куда-то. Насправді, мы, как правоохранительные органы Украины, специальные органы Украины, уже отшли от слова фильтрации. Я объясню, почему. Слово фильтрации на теперешний час отожнюется с российскими военно-злочинами. Стабилизационные заходы, да, это как раз то, что пришло на замену так называемой фильтрации. Что такие стабилизационные заходы? Это, прежде всего, безопасность людей. Если даже вас попросили проехать в стабилизационный пункт, так называемый, не нужно этого бояться, идентифицировать человека, становить, возможно, причетность до учения противоправной деятельности або святок противоправной деятельности. Проверяяйте ваши документы, впевнены в том, что с вами все в порядке, ведь доброчесный гражданин Украины, до которого никаких вопросов нет, и вы двигаетесь дальше. А в какой машине вы едете? У нас нет машины. А мест нет, да? Ну, я не знаю, просто как, мы даже спрашивали ни у кого смогут. То есть вам нужно в Харьков физически, да? Да. Давайте, вот я сейчас подведу вас к полицейским. Все, вы в машине безопасности. Помощите, пока. Пока, Ангелинка. Пока, Ангелиночка. Пане командовичи, вы нам назначили зустричь билетей циковой машины. Что это такое? Кажется, что это уникальное. Ну, не совсем она уникальна. Это бронеавтомобиль, который переобладен под командно-штабную машину, которая используется в ходе работы в полевых условиях. Эта машина выполняет управление, передача різного рода информации, отримание информации. Можете сказать, что это пересувный командный пункт? Минулого разу мы были в Підземельній с вами, а это, если вам нужно в дороге, да? Если вам нужно в дороге, то она имеет рабочие места для основных посадовых людей. Минулого разу, когда мы показали ваш командный пункт и назвали его центр принятия решений, в России была настоящая паника. Да, я смотрю. Я думаю, это их тоже выразит. Ну, возможно. Можно поделиться? Да, конечно. Можно до вас истыть, да? Да, 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 случайно. Тут 4 миссия. 4 миссия, да. Здесь рабочие миссия начальника артиллерии, начальника противоведельной обороны, разведника, офицера штаба, оператора, води и старший машинный вежезийский везп. А вот что это можете рассказать? На экране выводится разнообразная информация, как раз, которая относится положения наших войск. Мы видим то, что офицеры на стационарных пунктах управления за помощью беспилотных летальных аппаратов, которые борются над полем боя. Но вы можете все ваши задачи, как в вашем подземном командном пункте, виконовать тут, если у вас есть необходимость терминово кудись выехать и параллельно керовать боями на фронте? Ну, звичайно. Звичайно. Она для этого и, власне, и призначена. Когда треба терминово изменить миссию размещения пункта управления, спочатку выезжает передовый пункт управления. То есть это мобильный вариант пункта управления. Эта машина позволяет передачу будь-яких видов информации, что очень полезно, без построения в районе выдания боевых действий. Пульты, телефоны я бачу белья кожного. Абсолютно, да. Это переключает разные режимы работы радиостанции, для, опять-таки, использования разных видов звезков, для увеличения стейкости управления. Абсолютно комфортные условия работы. Она обладана кондиционером. То есть машина удобная, швидкостная, маневрена. Кроме того, она обладнана колометом Браунинг. В каких ситуациях вы использовали такой командный пункт на колесах? Я использовал его несколько раз на Бахмутском направлении, для керевности войсками. На базе этой машины разверталась мережа из войсков для обеспечения работы. Дуже круто это вражает. Я думаю, врагов тоже будет вражать. Ну, я думаю, уверен в этом. Мы сегодня встретились, потому что речница Харьковского контрнаступа. И хочется про это детально поговорить. Ну, я готов. Дуже круто командный пункт на колесах. Давайте вот тут присядемо. Рек легендарному харьковскому контрнаступу, про який весь світ говорит. И это было феноменально, за думкой, я думаю, всех, кроме россиян. Я не могу оценивать, ну, так, глобально. Но, в принципе, с моей точки зрения, это действительно был блискующий наступ. И это дало возможность довести до всех, что мы имеем уникальный шанс переломать цей хит войны, напевно, сильно сказано. Но же боевых действий. И эту уникальную возможность нужно использовать. В ходе ведения боевых действий было освобождено майже всю Харьковскую область. На тот час это был невероятный успех для всей Украины. Найголовнейшее, что, на вашу думку, играло ключевую роль в успеху. Раптовость и швидкость. И решучесть дейм. Это профессионализм. Сократно. Техо. Как удалось соблюдать секретность? Как так получилось, что никто не знал? Да я сам удивляюсь. Хороший ответ? Честно. Мы встречались с вами, и я спрашивал, какие планы. Мне ответили, что сейчас на отдыхе. Я помню это. Режим секретности. Это показатель того, что даже своим знакомым никто не выдавал. Это большая повага, потому что мы с вами тоже связались тогда, и вы мне ничего не сказали. Я перепрошу, я не мог тогда сказать. Это была одна из основных условий, которые привели к всех комбригеров, командиров середнего ланки. Таимночись, даже окременные службовцам рядового склада привели их цель и задачи уже в последний момент. Пацаны, покажитесь. А лучше вот так. Потому что некоторые говорят, что это В. 6 сентября вооруженные силы Украины начали мощнейшее контрнаступление на российских оккупантов. Очень успешное, тайное. Мы сейчас движемся в сторону Балаклея. Если все пойдет по плану, то сегодня Балаклея, вероятно, будет освобождена. Загадывать нельзя, но на данный момент еще и... Опа! Прилет! Это выход. Эта дорога... Протреливается она? Может прилететь. Здесь позиции просто были. Артеллерии. В машине это вроде капсулы. А здесь даже будет более безопасно, чем открыть дверь и выкрыть. Угу. Осколки выдержишь, это посерьезно не выдержишь. Воздух же может быть у нас, да? Можем. Операторы ребята первый раз едут. Испытывали воздух на себе уже, нет? Я да. Пацаны, главное сразу. В ближайшие точки падаем на живот лицом вниз, пятки вместе. Команда воздух – это будь-яка небезпека с повитри. Бережись падающего предмету сверху. Такая команда подавалась на граблях у пиратов Полундра. Вот она переросла в эту команду в повитри. Типашки. Дальше заезжали. До следующей посадки там были не сплошные минные поля, но минные поля. Друзья, вы смотрите исторические кадры. Мы идем по дороге, которая появилась вчера. Вот этот лес впереди. То место, где еще вчера были позиции российской армии. Может кто-то остался там, где там не смешляется. А через поля дорогу, учитывая мины, кто прокладывал? Ну, танк, у него эстрал специальный. Толкает его впереди себя. И мины разрываются. Где-то нервы поднимут. Совсем-совсем мы близко уже к линии фронта. Впереди горит. Это была к линии. До пяти километров от нас сейчас идут очень ожесточенные бои. Лез приняли сейчас, скажешь. Я, насколько понимаю, они сейчас на окраине города, там, да, в Алклее? Что-то типа окружения для них создается, да? Да, да. У них перерезали все их дороги, которые, понимаете, они сейчас в полукольце. Они не успевали уходить, просто так быстро, чем получили. Так, населенный пункт Вербивка. Вчера освобожденные от российских оккупантов. Мы первые гражданские, которые сюда попали. Мертвый россиянин. Зря эти пацаны приехали к нам на землю. И их сюда не звали. Луанск-1, Луанск-1, все позывные. Внимание, будет работать воздух. Самолет идет вражеский. Ближе к укрытиям, ближе к укрытиям. Вы прячете, наверное, тоже машину в зеленочку. Не маякуйте тут всей толпой. Началось все с Вербивки. До неї были очень сильно засаджены посадки врагом. Они очень сильно закрепились на этих позициях. И они даже не допускали тот вариант, что мы попадем в Вербивку. Это была тотальная помолка. О, дрон! Ребята, дрон! Давайте двигаться, не стоять. Все, пошли. Дрон, дрон, дрон может бросить мину. Дрон лучше не стоять. Чтобы он не мог прицелиться. Ну и вон этот дрон. Отойдем. Тут тоже не лучшая идея. Дрон сюда может дойти? Может, да? Давайте зайдем пока. Дрон летает в этот. Небо наше. Все, славок. Дрон просто очень важно всегда отсекать, потому что это может быть дрон, который несет ВОК. А если стоять стационарно, он может попасть и просто убить. А вот заминированный мост. Аккуратно ничего не трогаем. Это выбуховая речевина тротил. Опоры данного моста были заминованы шляхом укладания ящиков. Каждому по 25 кг тротилу. Это чтобы сделать подрыв его. Тротиловая шашка. Вес 400 граммов. В ящике 25 кг. Так россияне хотели подорвать мост, потому что ожидали контрнаступления Украины с той стороны. Но их перехитрили. И наше наступление гениально прошло с другой стороны, откуда россияне не ожидали, и бежали отсюда. Сами темпы наступа были такие, что противник не мог понять, где именно находятся наши войска. То есть войска были постоянно в динамике. Поэтому для них это была проблема, потому что они привыкли до ведения в огонь уже по каким-то статичным целям. Миномет! Мину! После этой позиции наши минометы перекрывают балаклеи и подъезды дальние к балаклею. Вот мы идем к минометной позиции, патрульной полиции. Вы не ослушались. Минометная позиция, патрульная полиция. Да-да, те самые люди, которые должны мерить скорость, останавливать, проверять документики на машину. Они на передке воюют наравне с вооруженными силами. Миномет 120-й. И вот отсюда он будет работать. Мина! Поезд! Поезд! Пострел! Миномет! Пошла! Еще раз. А звідки у патрульных полицейских появились гранатомети, миномети? Чувствую, у вас там навіть є танк, є град. Коли 24 числа був повномасштабний наступ Російської Федерації, у нас тяжкого оружия не было. У нас был только короткий ствол, ну, как для патрульных полицейских. Можно было, конечно, сидеть десь в ткалевых местах, но мы приняли решение взять в руки оружие, тяжкую оружие, артиллерийские установки и дать височь ворогу. У керівництва військового командування попросили дати дозвіл, чтобы мы там отримали какие-то резервные системы и працювали уже на них. Дуже швидко провели занятия с ними, и, в принципе, наши минометные батареи также помогали військовослужбовцям. Вот, маскировка идет. Миномета? Ребята, осторожничай, можно понять. Артиллерию минометика никто никогда не любит. Вблизи его, конечно же, видно, ветками меня не замаскируешь, но мы прячем не от тех, кто по земле ходит и его увидит так вот, когда он стоит, а от тех, кто в небе летает так, как мы. Но, тем не менее, у нас... Что это? Это плохо. Пошли. Что это? Давай сюда, наверное. Вся час Харківского контрнаступу, мы чувствуем на себе, что такое контрбатарейный вагон. Тобто, они не просто втекали, они выстреливались? Ну да. Но выстреливались они всем, что у них было. Там и авиация ссовалась, и боевые вертолеты. Ребята с патрульной полицией корректируют работу миномета. Ух, это наш миномет работает. Что-то горит. Так сегодня ведется война. У наших военных, и у полицейских, и у всех силовых структур есть глаза. Вот эти глаза. Эти глаза – это дроны. И мы четко видим абсолютно все, что делает противник. Где у них базы, как они перемещаются, чем они занимаются. Вот, все под полным контролем. Можно сказать, что война 21 века – это война дронов? Дронов и артиллерии. Для того, чтобы сделать ту работу, как проделать кусок пластмассы, если не будет дрона, нужно пешком идти, рисковать людьми, выглядывать с биноклем и спасаться. А вот эта вот вещь, она из рюкзака достается, полетела, разведала все, что тебе надо. И к нему подвесы для вогов, осколочных гранат. Одной гранатой летим и сжигаем БТР, который может беды наделать очень много. Часто, скажите, подбивают дроны? К сожалению, да. Это сегодня утром. Вот разные пули, чтобы вы понимали. Попали в лопасти. Вы из автомата? Да, это автомат. Сколько дронов уходит в среднем за энный период времени? Бывает, что месяц все хорошо ни одной потери, а бывает, что за 15 минут три падают. Их не обязательно подбивают стрельбой, их могут гушить средствами радиоэлектронной борьбы. В зависимости от того, насколько сильно противник противодействует РЭБам радиоэлектронной борьбой. Все изменяется. Изменяются способы выдания боевых действий. И роль роботизованных систем, в первую очередь, дронов, значительно взросла. Потому что сейчас дроны перетворились на действительную потужную силу, которая уже сравнивалась с вагнами артиллерии. Дроны быстро развиваются, имеют свои классы, начиная от микродронов. И, соответственно, дронами, которые уже имеют стрельбичное значение, могут летать на тысячу километров, а, возможно, и больше. И несут заряд, такую боевую часть, которая абсолютно аналогична с зарядом оперативно-тактичной ракеты. Это будущее. За дронами будущее, как и за аэророзвиткой, так и за пехотными дронами, роботами, и за надводными и подводными аппаратами. Будущие войны будут только так проводиться. Если люди не схаменятся, то они будут. Наша задача не програти цю технологичную гонку. Вон, желтенькие эти, и синенькие лежат. Вот. Наши прекрасные волонтеры надруковали нам много пластиковиков. Это дает ему летучесть, да? Да. Это просто для стабилизації, для того, чтобы оно четко летело. У нас на дроне есть такие типа подсвитки для того, чтобы он в темряве сидит, для того, чтобы ты подсвитчивал себе, где летаешь. И эту подсвитку можно отключить из пульта. Вот. Відповедно, что мы делаем? У нас все-таки сбросик. До речи, ножевенький. Тоже 3D-принтер, да? Да, все на 3D-принтере. Тут есть светлоочутливый элемент. В обычном состоянии у нас сервопривид, оцей моторчик, он закрыт. Вот, теперь все понятно. Я никак не мог понять, как эти дроны сбрасывают гранаты. А все на самом деле, вот, светочувствительный элемент. Вкладываю палец, темно, сброс закрыт. Убираю палец, он открывается. Вот, пожалуйста, это теперь боевой дрон. Вот, резинки для денег. На 3D-принтере такая пластмасска. Вот сюда вкладывается граната, этот хомутик ее фиксирует. А светочувствительный элемент открывает и закрывает. Желательно тут не уронить. Граната детонирует от касания? Да. Кажется очень, знаете, так на соплях. Липучка какая-то, хомутик какой-то, пластмассочки. Ну, это очень опасное оружие. Стремно, честно говоря, даже смотреть. Видите, как оно легко отваливается? Пока он не отошел туда, в первые секунды. Ну, это вот такая шепата. И как оно? Что? Нормально. Нормально, да? Это граната, аккумулятивная. Воно спрямовывает всю силу выбуху вниз. Для людей воно безопасней, чем рыбоваря. Ну, чтобы стати поруч. Мы работали с вашим бойцем, с позивным «Бритва». Он очень вспоминал всем нашим глядачам с фильмом «Рік», как человек, который, когда делает свою работу, еще передает настрой. Потому что он такой светлый, позитивный. Да, его все знают, он всегда на позитиве. Он очень много работы сделал. Он очень опытный чувак. В разе Боря, это Борис Красовский, «Бритва». Вчера был ранен, ему отрывало палец. А вы что? Да, он не может показывать так, но так выслал фотку, что все хорошо. Великий палец, вырвало полностью? Ну, ампутация была в першой фалане. Он может сейчас, после ампутации, керувати дроном дальше? Будет учиться. Вот если с дрона сейчас наблюдать, какая там ситуация БТР. Станцор, но они возвращаются в город. В город? В город. Что сейчас будете делать? Сейчас посмотрим, куда они забегают. То есть получается, их в городе еще нормально так, да? Это сложно сказать, я думаю, что 50 человек точно минимум. Это, конечно, лишки, но это еще дофига. Это много еще работы. Я был рядом с группой аэророзвитки. И мы еще спостерегали, что россияне активно бегали по городу. Так бегали, потому что мы разбили электростанцию. Это выношенный хит, чтобы лишить врага струма. И они не смогли проводить коммуникацию между собой. Те подраздели даже не знали, что мы прорвали первую линию. Не поступила даже команда эвакуироваться. Там просто не было управления и там был хаос. Не обязательно ждать, пока не все уйдут, а потом туда заходить. Можно их спонукать в украинскую мову, такое хорошее слово. И для ухода они выбегают тогда очень быстро. Как примусить врага пяти? Решучими активными действиями. Если просто стрелять из артиллерии в ту сторону, ничего не будет. Главная задача у нас была не ввязываться в открытии бои, а просуватись вперед. Ни один населенный пункт мы не входили с боем, мы все населенный пункт обходили. Так точно. Вот когда враг видел, что его обходят и что он может попасть в оточение и быть уничтожен, они начали отступать. Цей отступ потом превратился в замечательную втечу. Вот брошенная беха русская. Она их не завивалась. Она у них была в боевом состоянии и просто не завелась. Рабочая. Рабочая, но не завелась. Кстати, вот, казалось бы, не завелась беха. Ну, звучит как не что-то особо серьезное. Но это причина поражений на многих направлениях. Это причина отчасти того, что они взяли в кавычках Киев за три дня. Потому что у них многое не заводится, не едет в самый нужный момент. Теперь это украинская трофейная техника. Очень скоро поставят аккумулятор и пустят в бой против россиян. Это уже привычное нам зрелище, разбитая русская техника. Мы видели много такого в Вуче, в Ирпене, в Гастомеле, под Харьковом. Ну, вот очередное деокупированное село. Сложно себе представить. Вот еще вчера здесь были русские. Оце понапивалися до полусмерти. Росиане. А вот тут положили вот эти круглые противотанковые. И первые на всей скорости. И вот это, как гахнуло, сразу три человека на смех. А вот машина, вон, вишивали тут так пьянючий, что просто. Боя была в магазине, а они лезут на четыре. Так им и надо. Подлетали. Пили вы не сильно, да? Ну, как? В основном все время. Это и вчера они переезжали. Пустуна. Как тикали. А как тикали, до речи? Вы летали с той стороны на танках. Туда летели. Коли у меня в двори стоял их танк, их БМП. И они его забили ранее. Драпнули по улице. И только искрой пішли. Угу. Угу. Панічный отступ. Они кричали, они были в панике. Давай бегом ключи, с***. А я тебя убью. Бендера проклятий. И что он только не сказал. Побили векна, побили мебель. Стреляли автоматами в двери. Нави що? Мы хотели зайти в дом, чтобы взять ключи. А мы сидели в двери. А я понял. Ну а потом на нашей улице идут военные. Ну мы ж перепугались. Думаем, точно это кацапы идут. Опять на нашу голову. Когда подходят вот такие вот синяя ленточки на них. Мы до них по Украине сказали. Я их всех начала обнимать. Радостно просто на душу, что вот такие хлопцы до нас пришли. Просто радостно. Люди нас встречали и с квитами, и плакали. Это был такой потужный поступок и стимул до подальших перемог. Как было. Хлопцы все устали. И все, зайдут. Своих хлопцев побачить. И флаг побачить. Редненький. Плакали. Время. 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 Мы всю дорогу верили в нашу ЗСУ. Спасибо хлопцам, спасибо вам великое, дай Бог вам всем здоровья, чтобы у вас был только успех, успех и успех. Ну, оно всегда приятно, когда освобожаешь одну землю, и когда есть успех, подниматься в боевой дух и есть за кого драться. СИЛИ ОБОРОНИ УКРАЇИНИ РОБИЛИ ВСЕ, АБИ ЗНИЗИТИ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ХАРКОВА ТА НАРИШТІ ДОЗВОЛИТИ МІСТУ ДИХАТИ ТРОХИ ВІЛЬНІШЕ. Ретельно спланована операція от-от мала дати перший вагомий результат. Місто Балаклія. І це був лише початок грандіозного слобожанського контрнаступу. Дивіться в наступній частині фільму. Дивіться освобождення. Слава Україні! Як сказали містні, тут була куйночна. Много хто, коли сюда заходив, потім вже не вогріщались. Есть полицейський, який перешел на сторону росіян. Гути поднял на буву! Что-то он целиться в кого-то.